10 ноября 1933 года парижские газеты пестрели броскими заголовками «Бунин, Нобелевский лауреат». Иван Андреевич стал первым из русских писателей, удостойных Нобелевской премии по литературе, присужденной ему за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы. После получения премии, как вспоминает в дневниках сам писатель, ему поступило почти 2000 писем с просьбой о помощи, и пятую часть денег «Бунин» раздал нуждающимся авторам и эмигрантам. Первые впечатления будущего писателя, блестящего стилиста и мастера художественного слова питали рассказы матери, глубоко религиозной женщины, фольклорные сказки, легенды и предания. «В усадьбах Орловской губернии, в глубочайшей полевой тишине, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все мое детство, полные поэзии, печальной и своеобразной», – напишет Бунин в 1915 году. Писатель с ранних лет высоко ценил Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, подражая традициям классиков в своих стихотворениях, наполненных любовью к природе, прославлением божественной красоты. В его стихах «Под сенью ясного взгляда неба молодеет Божий мир и оживает образ Творца, обретенный в храмах». И, по слову Бунина, всякий раз восторгом до слез охватывает пение, поклоны священнослужителей, кождение. Все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. Любил я в детстве сумрак в храме, любил вечернюю порой его сияющей огнями, перед молящейся толпой. Любил я все ночные бдения, когда в напевах и словах звучит покорное смирение и покаяние в грехах. «Безболно где-нибудь в притворе я становился за толпой, я приносил туда с собой в душе и радости и горе, и в час, когда хор тихо пел о свете тихом в милении, я забывал свои волнения и сердцем радостно светлел». Лирический герой открывает источник блаженства и радости. «Одно есть только в мире счастье – весь Божий свет в душе любить, а сам Бог предстает вседержителем, коей был во веки века и грядет, которому кладут венцы и рекут. Воистину достоин восприятия Ты, Господи, хвалу и честь и силу за тем, что все Тобой сотворено и существует волею Твоею». В стихотворении «Бог» читатель улавливает христианскую максимум – все присутствие Божьего как Творца всего мира в Его единстве. «А Бог был ясен, радостен и прост. Он в ветре был в моей душе бездомной». Заступничество Пресвятой Богородицы передано в стихотворении Ивана Бунина «Мать. Канун Купалы. Бегство в Египет». В них Божья Матерь выступает заступницей и всеспасительницей грешного мира. Образы святых и праведников фигурируют в стихотворениях «Матфей Прозорливый. Сон епископа Игнатия Ростовского. Святой Юстафий». Тема грядущего апокалипсиса, того, чему надлежит быть вскоре, раскрыта поэтому в приложениях «Сын человеческий» из апокалипсиса «Судный день. День гнева». В целом же поэзия Бунина пронизана тоской по цельной личности, по Богу, по вечному, по запредельно бессмертному, по бесконечной красоте творения. Профессор Пётр Бицилли так отозвался о цикле путевых поэм «Тень птицы», созданном в результате путешествия писателя в 1907 году по Ближнему Востоку. Никакой реально исторический комментарий к Библии не дает столько, сколько маленькая книга Бунина. Позже Иван Андреевич увлечется мастерством Антона Чехова, мыслительством и художеством Льва Толстого, восхищаясь величием его таланта. Бунина всегда влекла тема смерти, поиск возможности преодолеть временность земной жизни, характерна в целом для эпохи Серебряного века. Исследователи творчества справедливо утверждают, что биросозерцание Бунина представляло собой синтез религиозных мировоззрений. В бунинском творчестве зачастую душевное в поиске полноты бытия перевешивает духовное. Библейские истины, образы Бетхого Завета словно утрачивают свою сакральную суть и соотносятся с земными реалиями. А христианство хоть и остается на значимом месте, но не является давлеющим в опыте постижения этических и культурных ценностей и выражений личных авторских концепций. Уже к 1917 году в крестьянской прозе Бунина утверждается идея о духовной укорененности, герои же, которые нарушают это вечное нравственное правило, погибают внутренне или физически. Трагизм в мировосприятии писателя основывался прежде всего на силе контраста бытовых и социальных катаклизмов, на осознании автором исторических событий и роли человека в них. Известно, что Бунин рождебно воспринял февральскую и октябрьскую революции, усматривая восстание, национальную катастрофу и разрушительное начало, направленное на попрание вечных законов Синайя, истинно незыблемого маяка человечества, толпа и основание бытия престола законов. Он написал свои переживания в окаянных днях. В статье «Миссия русской эмиграции» 1924 года писатель пламенно из неприкрытой болью отозвется о разнузданном безумии, попрании и бесчестии всех основ человеческого существования. Планетарный же злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству и равенству, высоко сидел на шее русского дикаря, и весь мир призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие, в прах дробить скрижали Моисея и Христа, ставить памятники Иуде и Каину, учить всем заповедей Ленина. И дикарь все дробил, все топтал и даже дерзнул на то, чего ужаснулся бы сам дьявол. Он вторгся в самые святая святых своей родины вместо страшного и благословенного таинства, где века почивал величайший зиждитель, и заступник ее коснулся раки преподобного Сергия. Гроба, пред коим веками повергались целые сонмы русских душ в самые высокие мгновения из земного существования. Боже, и это вот к этому самому дикарю должен не идти на поклон и служение. В январе 1920 года Бунин навсегда покинет Россию. Ее читатель долгое время не сможет познакомиться с «Солнечным ударом», «Митиной любовью», «Жизнью Арсеньева», произведениями, созданными за пределами Родины. Так, в 1945 году в Нью-Йорке был напечатан рассказ «Чистый понедельник» из цикла «Темные аллеи», в котором писатель 37 раз, по его словам, обращается к теме любви. В дневниковой записи он заметит «Благодарю Бога, что он дал мне возможность написать «Чистый понедельник», считая произведение лучшим в своем творчестве». Это рассказ о сложных взаимоотношениях мужчины и женщины, обитающей напротив храма Христа Спасителя в заречной Снежно-Сизой Москве. В первый день Великого Поста, «Чистый понедельник», случилось их свидание, после чего героиня, испепеленная чувствами, оставляет любимого и уходит в Марфо-Мариинскую обитель, словно преодолевая конфликт земных страстей и осмысленной жизни с Богом и символизируя всю Россию с ее древней историей, патриархальными купеческими традициями, по которым настагирует автор. Тут и просматриваются глубинные истоки религиозности Бунина, сопряженные с любовью к Родине и жребием непростого выбора. Временное земное чувство – не дробная текущая страсть, а именно настоящее чувство, память которого тверда и сильна, соотносится с вечным и в рассказе «Холодная осень». И я верю, горячо верю, где-то там он ждет меня с той же любовью и молодостью, как тот вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне». «Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду», – говорит героиня, неся в себе свет любви, который 30 лет хранила она на этой земле. Бунин стремился осмыслить мир как целое, как всебытие, будучи причастным ко всем его радостям и горестям, и в путевых заметках ввел с собой риторический монолог. «Бог ли человек или сын Бога смерти?» – на это ответил Сын Божий. «Писатель настоящего художественного естества, проведший 33 года в эмиграции, но оставаясь русским по духу, для родной страны в окаянный период, когда она до самых священных нет поклеблена, предвидел необходимость возврата к национальным и религиозным истокам, которые смогут усмирить гневную стихию смутного времени. Но знает Господь, что творит. Будем же ждать этого дня, а до того, да будет нашей миссией не сдаваться ни соблазнам, ни окрикам. Это глубоко важно и вообще для неправедного времени сего и для будущих праведных путей самой же России. А кроме того, есть еще нечто, что гораздо больше даже и России, и особенно ее материальных интересов. Это мой Бог и моя душа. Ради самого Иерусалима не отрекусь от Господа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова